Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюня и Катюня. Всё просто, хотя далеко-далеко не просто. И мы прекрасно с вами об этом знаем. Чего стоит только ворованный бензин у Росгвардии. Ребят, не собиралась смотреть у Алюни видео, но мне моя подписчица написала Оль, посмотри, пожалуйста, видео у кубанцев, а мы готовим пиццу. По-моему, там Алюня просто пьянющая. Естественно, я решила посмотреть, как так. Алюня и пьяная. Вроде как пьяной мы её ещё не видели. А может, это и есть то, что она скрывает? И почему у неё огород зарос, и почему она ничего не делает, но устает? Возможно, от пьянки, ребят. Ребят, с первых минут было уже заметно, что она какая-то не такая. Я прям моментами её пугалась. Вот серьёзно. Вот реально было заметно, что она не в адеквате. Кстати, моя подписчица попросила меня смотреть не на скорости, а на обычной скорости, иначе незаметно. Да, действительно, когда включаешь Алюню на скорости, то незаметно этой неадекватности. У неё то тон повышается, то руками она машет, то трещит безумолку, то кота кошкой назвала, сказала она. Говорит про массаж, переключается на кота. Ужас, ребят! Она ж как-то на днях рассказывала, что Калюня дежурил в парадной форме на каком-то празднике. День космонавтики. Ну, сказала она, в общем. И её поправили в комментариях, что День космонавтики в апреле. Тогда же там зрительница написала, что это слёт учёных-астрономов. Теперь же Алюня трындит, что это праздник молодёжный слёт. Астрологов! Уже астрологов! Слушайте, для неё астрология и астрономия один хрен. Неужели настолько тупая, что совершенно не понимает, что это разное? Дальше, ребят, дальше начала наляпать эту пиццу. Схватила палку сервелата для пиццы и этой палкой по руке себе лупасит. И говорит, что сожрут и ещё много купят. Вот как раз-таки моменты, где она прям заметно пьянющая. И, знаете, или её от стопочки на жаре развезло, либо и правда она любительница рюмку опрокинуть конкретно. И что она несёт? Мы толстушки, пушки, ну, правда, поправилась, пышки. Режет колбасу, что-то там подтягкивает на калюню, потому что он там отрезал, да неправильно отрезал. И колбасу причём называет сервелад. Семёша любит сервелады. Отрезала кусок колбасы зачем-то, на него дунула, потом свистнула, подмигнула, потом рожу строила. Надо было ещё поплевать. Нет, она вот реально, ребят, выпившая. Ужас! Значит, пекла она пиццу где-то там на 270 градусах и не следила. Взялась параллельно ещё и кукурузу варить. Приспичила им. Значит, пиццу вынула сверху. Ничего. Одно чёрное по краям сожгла. И только я хотела сказать, что вроде бы как бы и ничего получилось. Но она таки её спалила. Дальше эту тарелку крутит, слушайте, задолбала. И повторяет просто бесконечно. Питься нельзя не соблазниться. Ой, Алюня, соблазнилась ты конкретно, видать. Сорокоградусной соблазнилась. И Калюня, наверное, пребывал в шоке, потому что особо не разговаривал, а больше помалкивал. Не, правда, пять копеек он свои вставлял. Тут не без этого. Тарахтела, трындела про кота, показывала рану, рассказывала, что вот, мазями никакими мазать нельзя, потому что собачку так угробили, да, намазали йодом от лишая, и собачка сдохла. Вот реально, ребят, что она плетёт. Я в шоке давно из-за кота. И так и хочется, ребят, написать волонтёрам на Кубани, чтобы, слушайте, забрали у неё этого кота, бедного, несчастного, с дырками на теле. Потому что они его либо отравят этим сервеладом, какими-нибудь ещё вдобавок костями и жабрами, либо реально у него от ран вот таких вот рваных, нагрызенных пойдёт загноенье. Это ужас, как так можно? Да ещё и визжит, показывая эту искусственную любовь к коту. Весь видос она размахивала руками, орала. И мне, ребят, всё время казалось, что сейчас она начнёт ещё и плясать в присядку и петь. И в итоге ещё и на пол рухнет. Особенно, когда она там что-то смотрела градусы на своей полите. Думаю, ну, не хватало, чтобы ещё улеглась на пол. Короче, опозорилась Алюня по полной. Жесть, Алюнь, ты когда выпиваешь, у тебя надо, наверное, камеру забирать, дабы ты не наснимала всякой ерунды. Понятное дело, что к Алюне камеру у тебя забрать не может, это ты можешь у него забрать чё угодно. Но не позорься ты, напилась, иди спать, ложись. Да и не бери ты эту камеру в руки. Ужас, ребят, я её в первый раз такую вижу. Если честно, если бы смотрела на ускоренном и случайно, если бы мне не подсказали, то я бы не заметила. А так, на нормальной скорости я, ребят, просмотрела весь видеоролик. Правда, потратила сколько там, 35 минут своего времени. Но мне реально было интересно посмотреть на бухую кубанку. Уралку-то мы с вами часто видим. А оказывается, они обе любительницы кернуть. И, видать, Алюня частиком закладывает, поэтому она ничего не успевает. Да, опять же, про эти группы свои, массажные, что группы-группы у неё. И что говорит, я медсестрой в неврологии работала. Ой, блин, хорошо, что работала, а не работаешь. Короче, настоящий трындец на канале Алюня и Катюня. Всё просто. Хотя, совсем не просто. Алюня напилась. Поэтому, как говорит Уралочка, совсем-совсем-совсем непросто. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду с вами прощаться. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok